К другим темам. Сегодня в Киеве встретились две колонны всеукраинского крестного хода с востока и запада страны. Паломники прошли сотни километров. Им угрожали националисты, их оскорбляли и пытались остановить. Но сегодня в Киеве никто не посмел встать на пути десятков тысяч людей, объединенных общей молитвой о мире, любви и единстве. Репортаж Алены Германовой. Тесные аллеи у подножия памятника святому князю Владимиру едва вмещают всех верующих, но люди продолжают идти. Когда до молебна еще час, колонна уже кажется бесконечной, словно на Владимирскую горку устремилась вся Украина. Перекрывать центральные улицы Киева сегодня начали еще с шести часов утра. На пути к Владимирской горке установили десятки металлоискателей. Вот мы видим, стоит очень много людей. В руках у них таблички с названиями различных городов и епархий. Сюда на праздник приехали буквально со всей Украины. Колонна движется медленно. У каждого паломника проверяют сумки, документы. Всего охранять порядок на улицах Киева сегодня будут шесть тысяч полицейских, бойцов Национальной гвардии и сотрудников СГУ. Меры безопасности решили утроить. Боялись провокации. Но кроме пары подростков со скорбительными плакатами в Киеве, ни один радикал не рискнул подойти к верующим. Молебен у ковчега с мощами и крестителя Руси начался ровно в час дня, как и планировалось. От Владимирской горки до Киева Печерской лавры последний отрезок крестного хода длиной в 4 километра. Впередешествие предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Ануфрий. Следом священники на плечах несут семь чудотворных икон. Две из них привезли в дар греческие монахи со святой горы Афон. Зрелище, которое завораживает бескрайняя людская река, оглушительная тишина вокруг и только в шествии тихие молитвы о мире в стране. Мы все хотим помолиться за мир, за то, чтобы в нашей стране все были вместе. И пусть Божье благословение сойдет на нашу землю. Я желаю, чтобы у людей была любовь, был мир в сердце, и чтобы независимо от их политических взглядов они бы относились просто плютки друг к другу, были в первую очередь людьми. Когда голова колонны уже у главных ворот Киева Печерской лавры с Владимирской горки только вышли, последние участники шествия, которое вместо запланированного часа длилось два. По данным представителей церкви, по Киеву прошли 80 тысяч человек. По неофициальным данным полиции от 45 до 50 тысяч. Всеукраинский крестный ход начался на востоке страны в Святогорской лавре еще 3 июля. 9 числа к нему навстречу с запада вышли паломники из Почаевской лавры. Около 1200 километров общего пути, 70 населенных пунктов. Чем ближе они были к Киеву, тем чаще их шествие за мир встречали далеко не мирно. В них летели яйца, оскорбления, им угрожали украинские радикалы. А когда до цели оставались считанные километры, дорогу якобы заминировали. Но люди продолжали идти и молиться, отчего радикалы становились еще агрессивнее. Видимо, не готовые смириться с тем, что те, кто хочет мира в стране, больше и они сильнее. За все время нового украинского государства, за 24 года, это впервые такое событие происходит. И я уверен в том, что оно не останется как бы незамеченным. И это то, что меняет атмосферу в обществе. Украинские националисты, которые ставили припоны на каждом шагу, они проиграли. Они как бы себя дискредитировали этими попытками. В Киеве, в центре Киева оказывается огромное количество людей из разных регионов, включая Западу. Ну что можно этому возразить? Просто такая животная ненависть ко всему, что так и иначе связана с большим единством. Накануне в Одессе радикалы весь день звонили в местную епархию. Сначала просто угрожали, а после заблокировали 10 автобусов с паломниками. Должно было выезжать 500 паломников. Но вдруг появились люди в камуфляже. Как потом выяснилось, это были представители Одесского автомайдана. Они стали угрожать паломникам. Потом они принялись непосредственно за водителей автобусов. Заявляли, что они пробьют шины, сожгут шины, разобьют лобовое стекло. И вот такими вот угрозами, вот таким вот давлением они заставили людей отказаться от идеи выезда в Киев на торжество. Несмотря на угрозы, несколько десятков верующих из Одессы все же добрались до Киева, но уже своим ходом на поездах и маршрутках. В нашу поездку в Киев сорвал автомайдан. Милиция рядом стояла и бездействовала, к сожалению. А владыка наш сказал, что ему очень-очень горько и больно, что он одессит, он украинец. Он не может поехать, вот так вот возглавить крестный ход и поехать вместе со своей паствой в столицу своего государства в Киеве. Он чуть не плакал. Завтра утром в день празднования Дня Крещения Руси в Киево-Печерской лавре торжественная литургия, на которой тысячи верующих со всей Украины снова объединятся в общей молитве, чтобы вместить всех желающих, литургию проведут на площади перед Успенским собором. Алена Германова, Максим Семен, Юлия Ходорова, Первый канал, Киев. Сегодня участники крестного хода во имя мира на Украине объединились в общей молитве. Паломники, которые двигались в Киев двумя колоннами, с запада и с востока страны, преодолели сотни километров. В Украинской Православной Церкви Московского Патриархата отмечают, что путь был очень сложным. Из-за провокации националистов приходилось делать незапланированные остановки. В эти минуты тысячи верующих собрались в Киево-Печерской лавре. Репортаж Алены Германовой. Тесная аллея у подножия памятника святому князю Владимиру едва вмещают всех верующих, но люди продолжают идти. Когда до молебна еще час, колонна уже кажется бесконечной, словно на Владимирскую горку устремилась вся Украина. Перекрывать центральные улицы Киева сегодня начали еще с шести часов утра. На пути к Владимирской горке установили десятки металлоискателей. Вот мы видим, что стоит очень много людей. В руках у них таблички с названиями различных городов и епархий. Сюда на праздник приехали буквально со всей Украины. Но вот мы видим, что колонна движется медленно. У каждого паломника проверяют сумки и документы. Всего охранять порядок на улицах Киева сегодня будут шесть тысяч полицейских, бойцов Национальной гвардии и сотрудников СБУ. Меры безопасности сегодня решили утроить. Боялись провокаций, но кроме пары подростков с оскорбительными плакатами сегодня в Киеве, ни один радикал не рискнул подойти к верующим. Молебен у ковчега с мощами крестителя Руси начался вовремя. От Владимирской горки до Киева, Печерской лавры, крестный ход длиной в 4 километра. Впереди предстоятель Украинской православной церкви, Московского патриархата, митрополит Ануфрий. Следом священники на плечах несут семь чудотворных икон. Две из них в это воскресенье специально привезли греческие монахи со святой горы Афон. Зрелище, которое завораживает бескрайняя людская река, оглушительная тишина вокруг и только в шествии тихие молитвы о мире в стране. Мы все хотим помолиться за мир, за то, чтобы в нашей стране все были вместе. И пусть Божье благословение сойдет на нашу землю. Когда голова колонны уже у главных ворот Киева, Печерской лавры, с Владимирской горки, только вышли последние участники крестного хода, который вместо запланированного часа длился два. По данным представителей церкви, в крестном ходе приняли участие 80 тысяч участников. По неофициальным данным полиции, 45-50 тысяч. К этому моменту некоторые из верующих в прямом смысле шли три недели. Всеукраинский крестный ход начался на востоке страны, в Светогорской лавре, 3 июля. 9 числа к ним навстречу с запада вышли паломники из Почаевской лавры. Больше 1200 километров общего пути, 70 населенных пунктов. Чем ближе они были к Киеву, тем чаще их шествия встречали далеко не мирно. В них летели яйца, оскорбления, им угрожали украинские радикалы. Но паломники этого крестного хода все равно прошли. Меньше повезло тем, кто пытался накануне выехать из Одессы. 10 автобусов с паломниками заблокировали активисты Автомайдана. Вчера в 10 часов вечера водительсия должна была отправиться в Киев в колонну автобусов с паломниками, которые должны были прибыть на всеукраинский крестный ход. Но появились люди в камуфляже, которые являются действителями Одесского Майдана, которые начали угрожать людям, в первую очередь водителям автобусов. Извечали угроженности на то, что будут пробиты шины, что будут приниматься другие насильственные действия. Было слышно ругань, были слышны оскорбления. И по итогам, к сожалению, эта колонна автобусов так и не смогла выехать из Одессы. Несмотря на угрозы, несколько десятков верующих из Одессы все же добрались до Киева своим ходом на поездах и маршрутках. В нашу поездку в Киев сорвал Автомайдан. Милиция рядом стояла и бездействовала, к сожалению. А владыка наш сказал, что ему очень-очень горько и больно, что он одессит, он украинец. Он не может поехать, вот так вот возглавить крестный ход и поехать вместе со своей пастрой в столицу своего государства, в Киев. Он чуть не плакал. В эти минуты на площади рядом с Успенским собором паломники со всей Украины снова объединились в единой молитве на вечерней службе десятки тысяч верующих. Алена Германова, Максим Семин, Юлия Ходорова, Первый канал. Нападали радикалы, так что вполне можно было ждать новых провокаций. Наш корреспондент Алена Германова следит за ситуацией. У нее узнаем последние новости. Алена, вы в прямом эфире, ждем подробностей. Алена, ну вот в эти минуты крестный ход продолжается. Ожидалось, что мероприятие закончится еще полчаса назад, но людей так много, что они идут и идут. Выглядит все очень масштабно, очень трогательно. Тысячи людей со всей Украины идут по центральным улицам Киева с молитвами о мире. Шествие началось от Владимирской горки и продолжаться будет до Киева, Печерской лавры. Это примерно 4 километра пути возглавляет шествие предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Следом священники несут 7 православных чудотворных икон. 5 из них специально привезли со всех уголков Украины. 2 в дар привезли греческие монахи. Завершится крестный ход торжественным богослужением на площади перед Успенским собором, где после все желающие смогут приложиться к православным святыням. Сколько всего людей принимает участие в мероприятии, пока сказать сложно. Полиция официально подтвердила, что до начала молебна на Владимирской горке было уже больше 10 тысяч человек. Но вот по последним оценкам в шествии принимает участие уже больше 30 тысяч человек. Большое столпотворение, и мы видели это своими глазами, образовалась в так называемой зоне досмотра еще до начала шествия. Сегодня в Киеве приняты усиленные меры безопасности. Стоят несколько десятков металлоискателей. У людей проверяют сумки и паспорта. Связано это с недавними провокациями, когда участникам всеукраинского крестного хода радикалы из запрещенной России организации украинских националистов пытались помешать пройти в Киев. Поступали также сообщения о якобы заминированных маршрутах крестного хода. Напомню, верующие три недели шли с востока и запада страны сюда, в Киев. Самый долгий путь был у православных восточного шествия. Почти 750 километров. С препятствиями, но до Киева они добрались накануне вечером. Всю эту ночь паломников охраняла полиция. Известно также, что провокации были не только на подступах к Киеву. Накануне из Одессы должны были выехать 10 автобусов с паломниками, но помешали активисты так называемого автомайдана. С очевидцами нам удалось поговорить по телефону. Вчера в 10 часов вечера в Одессе должна была отправиться в Киев в колонна автобусов с паломниками, которые должны были прибыть на всеукраинский крестный ход. Но появились люди в камуфляже, которые являются представителями Одесского Дана, которые начали угрожать людям, в первую очередь водителям автобусов, звучали угрожать на то, что будут пробиты шины, что будут приниматься другие насильственные действия, была слышна ругань, были слышны оскорбления. И по итогам, к сожалению, эта колонна автобусов так и не смогла выехать из Одессы. Известно, что все-таки часть верующих добралась до Киева, но своим ходом кто-то на поезде, кто-то на маршрутках. В общей сложности из Одессы выехало около 40 паломников. Нашу поездку в Киев сорвал автомайдан. Милиция рядом стояла и бездействовала, к сожалению. А владыка наш сказал, что ему очень-очень горько и больно, что он одессит, он украинец, и он не может поехать вот так вот возглавить крестный ход и поехать вместе со своей пастрой в столицу своего государства в Киеве. Он чуть не плакал. Надо отметить, что сегодня в Киеве, конечно, опасались провокаций, но все проходит достаточно спокойно. Единственное, что и мы лично это тоже видели, по городу разъезжали автомобили, откуда по громкой связи раздавались призывы не участвовать в этом крестном ходе. Кто организовал эту акцию, пока непонятно. Но, опять же, повторюсь, серьезных нарушений порядка зафиксировано не было. Праздничные мероприятия продолжатся и завтра. Именно 28 июля отмечается День Крещения Руси. В Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавре пройдет торжественная литургия. Что интересно, совершать ее будут по Афонскому уставу. То есть так, как это было тысячу лет назад, и примут участие в литургии монахи со Святой горы Афон. Алена. Спасибо, Алена. Алена Германова из Киева, где сегодня тысячи паломников молятся о мире на Украине.